Вашу увазь информационный выпуск телерадиокампании Гомель у студии Натальи Игнатенко. Доброй ранецы. Сегодня в Речицком районе отбудется выездная сессия областного совета депутатов. Головное питание по радку дня реализация державной политики по занятости насельництва. При этом особливую увагу депутаты звернуть на такую заяву, як неполная занятость. Ситуацию на рынку працевы вучал Олег Сенцерову. На годиннику полова 12-го и на улицах неведьми шмат людно. Большость людей в этот час находится на своих прасовных местах. Официальный статус без прасовного в Гомельской области мают только 7,5 тысяч человек. Это, до речи, 1,2% от огольной колькости працездольного насельництва. На протягу недели четырех опыжних годов гэтая лечба находится практически на одном узровне. Инчая справа, что колькость пропонуемых вакансий скоротилась. Сегодня на каждое працовное место претендуют два беспрацовные. При этом у Гомельским городским управлении по праце занятости и социальной обороне признаются, да помогче усим вельми тяжко и по ящерной причине. Зараз предприемством потребны только специалисты высокой квалификации. Нанимателю нужен тот специалист, который принесет наибольшую производительность труда. Как результат, это повышается уровень доходности на начало человека, выработка увеличивается, ну и благостание увеличивается. Поэтому сегодня имеются лица, которые стоят на учете, к сожалению, с низким уровнем квалификации. Еще одна заява, которая стоит на рынке працы – неполная занятость. Мониторинг ситуации на Гомельске не ведется постоянно. Сгодно с оперативными даденами областного комитета по праце занятости и социальной обороне, зараз эта проблема третится 42 предприемства региона. По режиме неполной занятости працуются около 10 тысяч человек, причем за прошлый день их колькость снизилась, амаль на 30%. При этом на таким промысловом гиганте, как Белорусский металлургический завод, на вытворчесть запросили практически у всех работников, які знаходились у отпусках по инициативе наймальникам. У Вогули, коли мерковать по статистыце, наибольшие тяжкие часы застаются у минулом. В оселях им разе на предприемствах, от работы яких у значной ступени, залежить поступление у бюджет. Гомсельмаш, который в июне месяце загрузка была там, половина людей, было сегодня, они работают под полную загрузку. Потому что и на уровне правительства было принято соответствующее решение для того, чтобы сохранить этот коллектив и дать возможность работать. Сегодня я скажу, что тот же самый целлюлозно-картонный комбинат, Светлогорский, который имел проблемы, по сути дела, с начала января месяца, эти вопросы неполной загрузки, сегодня комбинат работает в полном режиме. Олег Сентюров, Евгений Макеенко, телерадио «Компания Гомель». С первого снежня до водителя упачнуть применять администрационные санкции за выкрыстание летних шин. Об этом нагадало керавництво областной державной инспекции по час программы «Задай пытание уладе» на охвалях «Радио Гомель плюс». Змены в администрационном праве уступили у день 16-го студеня гэтага года. У отповедности з'ями водители обавязаны с первого снежня, по-першого соковика выкрыстовывают зимовые шины на автомобилях с массой до 3,5 тонн, легковых и грузопассажирских автомобилях с выжгетой ваги, а так само автобусах массой до 5 тонн. За невыконание будет накладываться штраф от одной базовой величины. Максимальный помер суммы усталевывается супрационникам ДАИ. У целым с наближением зимового переду назираются повеличение колькости авары, связанных с неготовностью водителям до изменов на дворья. Так, с початку месяца на территории Гомеля отбылось уже 15 дорожно-транспортных стареньев. Хотелось бы напомнить всем участникам дорожного движения о неукоснительном соблюдении правил дорожного движения. Особенно это касается пешеходов. Это обозначение в темное время суток с возвращающими элементами. Ну и хотелось бы обратиться к водителям, чтобы не забывали о предоставлении преимущества движения пешеходам, которые двигаются по пешеходным переходам. Сегодня на Гомельщине зарегистрованы 6245 человек, які живут с ВИЧ. При этом 30 выпадков инфекции выявлено только за прошлый месяц. И таки факты, об яким доведались наши корреспонденты. Найбольшая колькость новых ВИЧ-инфицированных зараз региструется сирот людей во взросле за 40 годов. Тенденция, якую означают урачи-эпидемиологи, в последний час Жихары Гомельской в области все большинство по властной инициативе робят анализ на ВИЧ. Раслумачить это можно у приватности активной профилактичесной работы, которая проводится в тих же научных установах. В уголе, калимирковать по статистице, наибольшие рызыковные поводины у мужчин. Сегодня они складают омаль 60% от агольной колькости ВИЧ-инфицированных. Сирот наибольши несприяльных регионов – Гомель, а так само Светлогорский, Жлобинский, Калинковицкий и Решицкий районы. Реагируют все по-разному. У некоторых очень бурная реакция, некоторые отрицают, некоторые сразу в депрессивное состояние. То есть тут еще надо психологическая подготовка, чтобы с человеком поговорить. Это все очень индивидуально. На сегодняшний день на Гомельшине зарегистровано омале 2500 смиротных выпадков сирот ВИЧ-инфицированных. Правда, однозначно отказать, кольких годов можно прожить после отримания неприемного диагноза, не может никто. Сгодно с дадинами отдела профилактики Гомельского областного центра гигиены, эпидемиологии и громадского здоровья, до наших ден дожила полова ВИЧ-инфицированных, выявленных у Светлогорску 20 годов тому. По словах медиков, сушасные методы келячения дозволяют значно продолжить час життя, головное выявить хворобу на ранних стадиях. Светлогорский район – это тотальный скрининг, ну, само собой, потому что Светлогорский район определенной возрастной категории есть пораженность 10 даже процентов. Вот, поэтому было принято решение тотально проводить скрининг, но опять-таки согласие населения. Мы не можем обязать обследоваться, но люди понимают, идут на обследование, и это дает свои результаты. Ведь сам смысл дополнительного скрининга в том, что чем раньше мы выявим этого человека, раньше назначено будет лечение, и тем самым уменьшается вирусная нагрузка, и, естественно, вероятность инфицирования тоже уменьшается. Олег Сентюров, Дмитрий Котов, Ялген Макеенко. Телерадио «Компания Гомель». Глядите, сегодня у 18.10 у промым эфиры телеканала «Беларусь-2» новый выпуск программы «Деялог». Гость студы и загадчик отдела профилактики ВИЧСНИДУ Гомельского областного центра геиены, эпидемиологии и громадского здоровья Олег Суятнов. Свое пытание вы можете задать по телефоне промога эфира у Гомели 77 68 45. Семинар по экспериментальной и инновационной деятельности прайшоу у областным центры. Мероприемство отбылось у Гомельским державным профессионно-техничным колледжа электротехники. Навучальное установание у першыню становится пляцовкой для проведения не только областных, а и республиканских навуковых сустреч. Что год педагоги из лицеев и колледжа в области избираются, как поделиться своими напрацовками, выниками инновационной деятельности и доследчицкими планами. Господары семинара колледжа электротехники с выше 30-х годов займаются экспериментальной деятельностью. Гоноропошних двух годов организация позакласной работы с навученцами у гуртку робототехники. Установа аддукации одина у Гомельской области, где займаются пагытым накерунку. Избирают робота со специальных конструкторов лего, отрымливаются механизмы с зададенными параметрами, потом подключают до компьютера и программируют. Мы все знаем, что такое лего, это кубики определенные, но это уже не детские кубики, а это уже, так сказать, инженерная направленность. Там есть элементы системы управления, исполнительных приводов, работая с которыми, молодой человек наш, он учится, во-первых, их конструировать, во-вторых, настраивать, а в-третьих, позволяет ему, используя программное обеспечение, добиться каких-то результатов. Допустим, чтобы робот выполнял какие-то действия, определял цвета, двигался по направлениям, в нужном направлении, посвященности, по цвету и так далее. Мы стали иншими. Гэтая фраза стала галонной у театрализованным представлений, поставленным артистами городского центра культуры. Г историю людей, яке жили у военный час, на сцене разыграли двое молодых актеров. Первыми глядачами стали старшеклассники и наученцы средних специальных научальных установ областного центра. Сюжет спектакля разгортывается на фоне такой подеи, як вызволение Гомеля. На протягу сей программы на великим экране были представлены панорамы города над Сожем. Для этого были выкорыстаны редкие архивные записы. У программы так само задзейничаны хореографичные и вокальные коллективы. А кроме того, со сцены прогучали две премьерные композиции, написанные талиновитыми гомельскими композиторами. За основу была взята пьеса Кира Булычева, советского фантаста. Мы ее переработали, адаптировали под сегодняшнее мероприятие. И специально для молодежи попытались донести эту мысль того, что разный разрыв времени, по-разному воспринимается информация. И сегодняшние наши будни зачастую очень легкие, простые. И пытаемся показать в общем то, как это непросто было достичь. У Градским центры культуры заплановано четыре показы. Спектаклю бачать больше, как две тысячи юных хамельчан. И на этом наш ранешний выпуск завершен. И наступны глядите сегодня на телеканале «Беларусь-1» у 15-1-15 хвилин. До новых встреч у эфиры. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Егорова